Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я извиняюсь, я не смогла удержаться. Посмотрите, какая клубника аппетитная! Уже потихоньку идет снижение цен, но просто мимо пройти подобные клубники невозможно. Тем более, это сезонный фрукт, не то что бананы круглый год можно купить. Поэтому теперь в мукбанках вы постоянно будете лицезреть вот такие вкусные клубники. Ммм, сладкое такое ощущение, что шприцем сюда прям сахар. Включали. Вы знаете, в инстаграме я создала второй аккаунт. Live аккаунт, так и назвала, Айка Эмили Лайф. У меня что-то все вокруг раскритиковали. Я очень ведомый человек, мне кто-то что-то скажет, все. Что, зачем второй аккаунт? Я просто планировала там выкладывать свои тиктоки, какие-то смешные истории. Ну что-то все вокруг начали писать, что... Ой, нет, зачем? Так аудитория разделится. Хотела сначала заказать Макдональдс. Потом я подумала, сколько можно. Пожарю себе пельмешки, тем более в морозилке уже они были готовые. Я подумала, все. Решено, что я буду есть. Я помню, в школьной столовке однажды нам дали пельмени. Так мы были настолько рады. Все доели до конца. А то обычно, знаете, какой-то борщ такой невкусный какой-то. Котлеты какие-то, как будто не первой свежести. Жареные пельмени с сырным соусом. Это, конечно, нечто. Либо сегодня. Хотя нет. Наверное, завтра я буду снимать мукпанг с чеченским блюдом, которые вы мне порекомендовали в комментариях. Итак, мы будем проходиться по всем блюдам. Блюдам всех стран. Для национальности. Итак, давайте немножко поотвечаем на вопрос. Вопрос задает Зера Жалгас. Айка, вы с отцом сильно ругались. Расскажи про это. Что касается сильных таких ссор, у нас с папой никогда не было. Я всегда была примерным ребенком. Не потому что я себя хвалю, но я никогда не была какой-то оторвой. Папа всегда говорит, что я горжусь, что у меня есть такая дочь. Да, между прочим. И даже в выборе, например, он никогда не вмешивается. Он говорит, не торопись выходить замуж. Узнай человека. Папа единственное против чего? Он против религиозных людей. То есть папа всегда говорит, что я не выдам тебя замуж за такого ярого исламиста. А так, в общем и целом, он дает мне право выбора. У нас с папой одинаковые политические взгляды. Мы считаем одинаково. Да и вообще на многие темы мы спокойно можем поболтать с папой. Я могу рассказать о своих планах. В то же время папа никогда у меня не спросит, сколько ты зарабатываешь. Я не знаю, почему то ли ему в голову не приходит, то ли просто он считает это неэтичным, неправильным. Но папа никогда за всю историю, вот сколько я зарабатываю, я не слышала от него вопрос. А сколько ты зарабатываешь? Мне кажется, у меня папа идеальный. Такого, чтобы он поднимал на меня руку, как-то ругал, высмеивал, не знаю. Такого абсолютно никогда не было. Хотя я вам рассказывала, когда я родилась, папа был против меня. Он хотел второго сына и был жутко расстроен. Следующий вопрос задает его Марина Кулиева. Айка, привет! Очень хотелось бы узнать у тебя один вопрос. Хочешь ли ты познакомить своего парня с мамой или с братом? Когда это произойдет и будешь ли ты об этом снимать видео? Нет, снимать я это, конечно же, не буду, потому что это как-то даже глупо со стороны. В ближайшее время, если честно, знакомить не собираюсь. А на будущее, естественно, когда-нибудь они обязательно познакомятся. Брат у меня за последнее время очень сильно изменился. Взгляды на жизнь, слова, позиция. Я никогда не могла подумать, что религия настолько может изменить человека. То есть он стал немного другим. Вы знаете, иногда я тоже задумываюсь о таких вещах, о которых говорит постоянно он. Он говорит, что что будет после смерти. Мне кажется, на твои взгляды еще очень влияет твое окружение. Что тебе говорят близкие, родные? У него после того, как появились друзья религиозные, он как бы хочет теперь жениться на девушке в хиджабе. Что касается меня, я не против. Мне как бы без разницы. Главное, чтобы он был счастлив. Он чувствовал себя гармонично, комфортно в этих отношениях. Знаете, у меня даже подруги были, которые просили познакомить с моим братом. Я никогда не лезла в его отношения. Так же, как и он в моим. Больше всего, что мне нравится в моей бабушке, хоть она человек тех времен, но человек, которого насильно выдали замуж, бабушку, я имею в виду, она всегда учитывала мнение своих детей. Всегда говорила, кого полюбишь, на то и женись. Не было никаких ограничений в этом плане. Во всех моих начинаниях моя семья всегда меня поддерживает. Айка, помнишь, ты рассказывала, что твой брат попал в сильную аварию? Чем это закончилось? Как это было? Расскажи, пожалуйста. Да, действительно, такой момент был. Брат у меня попадал в аварию. Это было лет пять назад. То есть они ехали со скоростью. За рулем была моя двоюродная сестра. Так получилось, что они едут, и в них вот так вот врезались. Вот так. А здесь на пассажирском сидении сидел мой брат. Можно сказать, что весь удар попался на моего брата. У него была проблема с ногой. Долгое время он лечился. И вот тогда как раз-таки был тот момент. Он рассказывал, как будто он со стороны видел машину, в которой он находится. То есть как в фильмах бывает. Он находится в несознательном состоянии, и он видит со стороны всю эту ситуацию. Долгие годы он потом лечился. У него было много операций. Но сейчас, слава богу, все отлично. И огромное спасибо, низкий поклон врачам, которые нас лечат. Поэтому я их честно не одобряю, когда едут на очень высоких скоростях. Я однажды ехала на такси, и он с такой скоростью ехал. Я не видела спидометр. Но по городу на такой скорости я ему сделала замечание таксисту. Он сказал, что здесь все равно, говорит, радаров нету. Я говорю, я поняла, что радаров нету. Ну, куда мы спешим? Потом второй раз я сделала замечание, что вдруг мы попадем в аварию. А что тогда? Причем машина тоже какой-то советский автопром. То ли Лада Калина. То есть не очень прочная машина. Сейчас врежемся куда-то. Просто машина превратится в консервную банку. Я не знаю, куда он спешил и что произошло. То ли он просто любитель погонять. Но я вот несколько раз сделала замечание, человек меня не услышал. Я уже там ругаться с ним еще что-то не стала. Тем более мы уже доезжали. Очень вкусная. Я вам ссылочку оставлю внизу. Переходите обязательно. Готовьте. Жареные пельмешки особенно вкусные. Следующий вопрос. В какую страну ты бы хотела поехать или попутешествовать? Я в тиктоке наткнулась на девушку. Она живет в Африке. Сама она русская. Ради любимого человека она переехала в Африку. Я так поняла, что ее муж еще там врач, образованный человек и более-менее там зарабатывает по сравнению с другими. Я просто смотрю на ее жизнь. Не то чтобы восхищаюсь. Думаю, господи. Вот мы же женщина. На что не пойдем ради любимых мужчин? Взять от себя я бы не переехала. Родила четверых детей. Я бы, например, не пожертвовала своим комфортом, уютом. И вот после этого мне очень интересно стало поехать и путешествовать именно в Африку. Потому что у них кардинально все отличается от нас. Мои хорошие, это как надо рискнуть, что сразу четверых родить. А вдруг что-то не так. Правда, у нее аудитория в Инстаграме там большая. Люди подписываются. Потому что людям интересна ее жизнь. Но все равно я считаю, я бы не пошла на такой шаг. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться. Всех люблю, целую.